Снова в лидерах. В Министерстве обороны оценили заслуги Ставрополья в подготовке молодежи к военной службе. Накануне в правительстве региона прошла встреча с представителями Генштаба. Обсудили итоги призыва 2015-го. Мария Гнездилова продолжит тему. По военному строго в краевом правительстве началось совещание с участием представителей Главного организационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. От приветствия сразу к цифрам. По итогам прошлого года на военную службу были призваны почти 300 тысяч человек. По сравнению с 2014-м результат улучшился на 15%. Введены новшества. Например, теперь родителям разрешено провожать своих детей прямо в часть, знакомиться с условиями службы, быта и питания. Питание у нас в столовых значительно улучшилось с элементами шведского стола. У нас в порядке вещей уже в казармах стоят душевые кабины, стиральные машины. Ставрополье уже традиционно принимает участие в конкурсе на лучший субъект России по военному призыву. Очень часто занимает призовые места. И сейчас наш край в лидерах. Наряду с Липецкой и Амурской областями. Нам есть куда стремиться, считает глава региона. Чтобы не терять пальму первенства, особое внимание необходимо уделить детям. Я думаю, вот ближайшая у нас, конечно, эпохальная дата, это день Великой Победы. Но у нас в этом году 75 лет нашей 49-й армии. Нам надо будет тогда включить наших детей в мероприятия, посвященные этой дате. И здесь максимально задействоваться. И я думаю, что количество уклонистов у нас будет стремиться к нулю. Кстати, на Ставрополье существуют десятки мероприятий, которые уже стали традиционными. В первую очередь, это игра «Зарница». В минувшем году она прошла в 41-й раз. В ней приняли участие более 6 тысяч юных ставропольцев. В образовательных учреждениях регулярно проводят вахты памяти и уроки мужества. 11 тысяч школьников увлечены занятиями по основам военного дела. В их числе не только мальчики, но и немалый процент девочек. В апреле 2015 года на базе 12 воинских частей, двух оздоровительных лагерей и базовых образовательных учреждений были проведены пятидневные учебные сборы с гражданами, изучающими основу военной службы в учебных заведениях общего и профессионального образования. Ими было охвачено 10 884 человека, что составляет 98,9 учащихся, подлежащих привлечению на учебные сборы. Еще один важный проект, который стал традиционным – Знамя Победы. Он продолжается на Ставрополье уже третий год. Школьники со всех уголков края создают точную копию знаменитого знамени. Одну из них Владимир Владимиров вручил Генеральному штабу Вооруженных сил России. Поэтому я хотел вам вручить точную копию Знамени Победы. Мы его изготавливаем всегда сами, всегда с глубоким уважением дарим. Спасибо вам, Алексей Нокталович. Спасибо. В планах на текущий год у Генштаба только этой весной призвать 155 тысяч человек. Также будет создано Всероссийское общественное движение юноармейцев. Первый съезд пройдет уже в мае.